Приветищи! Мы снова в Академии Букашек, или в Академии Жуков, как тебе угодно. Здесь мы обучаем наших букашек. Сейчас мы проходим обучение комаром. Также мы прошли обучение светлячками и мухами. Комарам осталось совсем чуть-чуть. Сейчас у нас третий урок в шестом классе. Пойдем посмотрим, что нужно сделать. Написано, что доставка пиццы. Неужели мы будем доставщиками? Доставьте голодным кором как можно больше пиццы. Или приведите коров в пиццерию. Если пицца не летит кором, то корова полетит в пиццерию. Ну что, сейчас покажем, кто лучший доставщик на свете. Конечно же, комарчики. О, тут даже написано пицца, и кусок пиццы прикреплен. Короче, это вывеска у нас такая крутая. Просыпаемся, просыпаемся, рабочий день наступил. Где у нас тут еще спящие красавицы? Вот один. Тут люки. Здесь, по всей видимости, никого нету. Ладно, четверых нам хватит. Заправляемся, значит, жидким азотом. Перцовым. Все, накачались? Все, накачались. О, да. Хватаем, короче, пиццу. И, ну давайте, ребятки, врубаем нитро. И погнали доставку оформлять. Ой-ой, поджег квартиру. Огненная доставочка с пылу жара. Одной доставили коровки. Залетаем в нашу пиццерию. Хватаем еще, еще, да, стопэ, стопэ, мухи. Точнее, комары. Что-то разошлись вы. Заправляемся. Хватаем еще пачечку пицц. Точнее, одну пачку. Хотя там, смотри, сколько пачек. Ё-моё. Коровы столько не едят. И погнали. О, корова где-то здесь. О, спящий бро. Корова здесь. Ништяк. Доставили. Еще двум коровам надо доставить пиццу. Ребята, не расслабляемся. Останавливаем нитро. Давайте, 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 давайте. Подтягиваемся. Еще две пиццы осталось доставить. Не считая вот этой, которую мы доставляем. Нитро, нитро, нитро. Про него надо не забывать. Коровыч. Чаевые нам приготовил. Пожалуйста, вот вам ваша пицца. Последняя корова осталась. А, нет, две. Две коровы. Блин, они заново появляются. Они респаунятся. Вон она что. И пицца, смотри, появляется. Ее готовят тут постоянно. Я-то тут булки уже расслабил. Думал, две пиццы доставлю и все. Комар дрыхнет. Я доставил пиццу или нет? Блин, она не доставилась. Надо прям ей в морду кинуть, видимо. Пожалуйста. Все готово. Пойдем-ка нового нашего доставщика поднимем. Разбудим. Я тороплюсь. Комаришки, торопышки. О, еще один работник месяца. Проспал рабочий день. Там еще был наверху, смотри-ка. Вот это мы дали жару. Пол дома сожгли. Пока доставляли в пиццу. А тем временем мы заработали одну звездочку. Но нам этого недостаточно. Нам нужно три. Успеем ли мы это сделать? Погнали, ребятульки. Вот, смотри, тут корова прям у нас лежит. Обалдеть. Вот это доставка. Просто фасту-фаст. Ну, то есть быстро, очень быстро. Так, погнали. Еще коробочку сейчас доставим. Сюда. Ништяк. Самое беспонтовое, когда у тебя просто орава доставщиков, и у тебя где-то цепляется. Вот мы потеряли где-то... Вот, видал? Один комар у нас потерялся. Но он в итоге вернулся. Блудный сын. А у нас остается времени 50 секунд. Мы доставляем еще одну пиццу. Но этого маловато, блин. Две бы звезды получить, слушай. Походу, это недоставка месяца. Очень вяленько мы работаем. Братцы. Ой, там корова зажала одного комара. Ничего. Он вырвался. 20 секунд. У нас две звезды. Надо еще, еще чуть-чуть. Еще, наверное, 15 доставок, и тогда будет 3 звезды. Ну же, ну же, ну же, последняя. Последняя коробочка, наверное. И что-то как-то мы не можем попасть в здание, чтобы пролететь сквозь него. Доставляем последнюю пиццу. И все. 12 пицц мы доставили. Фух. Ну, две звезды. Любопытный факт. Цветлячки – это жуки. Так, так, так. Следующий класс. Урок номер 3, класс 7. Пейзаж. По всей видимости, нам предстоит урок ИЗО. Творческий урок. Пейзаж. Нарисуйте как можно лучше картину с телевизора. Не забудьте сохранить свой шедевр, если хотите. Конечно, хочу. Обязательно сохраним. Ну, где тут наши братья меньшие? Браток, просыпайся, хватит там обсасывать краску желтую. Тут в коричневый, в черный, вон они дрыхнут. Ах вы негодяи. Ой-ё, вот это картина. Вот это пейзаж. Это разве пейзаж? Там какая-то кор... Мы можем переключать картинки. Омолодеть. Корову я точно не нарисую. Вот пальмы, может быть. Вот это тоже. Давай, короче, вот такой вот пейзаж попробуем нарисовать. Значит, вначале нам нужна красная краска. Берем красную краску. Комары, кстати, покрашены в разные цвета. Потому что спали в разных красках. Накачались красной краской. Смотрим на картину. Должно все получиться легкими движениями комаров. Обрисовываем пятнышко здесь. Вот так вот, легкой рукой просто, легкой. Точнее, легкими крылышками, я бы даже сказал. Дальше нам нужен коричневый цвет. Цвет детской неожиданности. Отлично. У нас тоже получается он с краю. Вот у этого угла. Также легкими крылышками просто вот так вот мазюкаем. Ой, какой цвет-то противный. Давай, давай, давай. Вот замечательно. Просто вроде что-то получается. Одну даже звезду получили. Коричневого цвета, я думаю, достаточно. Переходим к зеленому. К нашей траве, которая любит так кушать коровку. И начинаем рисовать, как там. Это уже получается полянка. Там еще речка есть, надо про нее не забыть. Полянка у нас идет вот так вот. Вот сюда вот она уходит. Давайте, комарчики. Опа! Все хорошо. Теперь нам нужно нарисовать речку. Речка получится жирненькая немножко, не такая, как на картинке. Ну, что поделать. Вначале она идет вот от этого угла. Вот так вот речечка. Дальше она идет, как-то здесь начинается. Вот так вот и наверх просто. Опа! Она там, конечно, идет так зигзагами, волной. Ну, как умею, как умею. Теперь нам нужна желтая краска. Нам нужно нарисовать солнечное облако. Точнее, не солнечное облако, а ну, солнечный день, короче. Вот. Эть, 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 наверх, 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 давай, давай, давай. Пузо набили, тяжело летать. И красим здесь все желтеньким. Кстати, какой-то желтый цвет. Не совсем желтый. Какая-то блевантина. Картина, кстати, приобретает черты. Ты видишь, я бы уже такую картину купил. Да нет, конечно, шучу, не купил бы. Какая-то фигня получается. Истинный художник комаринный. Давайте, ребятки, чуть-чуть осталось. Так, небо готово. Небо готово. Осталось придать облакам форму. Сейчас мы это сделаем. Просто плевками вот так вот. Давай, давай, давай. Опа! Есть облако. Очень большое получилось. Здесь облако. Ну и здесь давай, пусть будет облако. Оно как будто упало на землю. Осталось только нарисовать, знаешь что? Нарисовать только деревья. Я не знаю, получится у меня это или нет, но... Так. Это у нас типа ствол. Так. И надо пониже, наверное. Сейчас, сейчас, сейчас. И вот так вот. Три ствола. Три кривых ствола деревьев. Берем, значит, оранжевую краску. Где у нас оранжевый? Оранжевый первый, потом красный и зеленый. Хорошо. Деревяшечка. Деревяшечка. Дерево наше будет красивенькое. Я постараюсь сделать все как надо. И вот так вот. Вот. На меч больше похоже. Но ничего. Потом идет красный цвет. Красный цвет. Сейчас тоже такой же меч нарисуем. Блин, а почему третью звезду мне не засчитывают? Я понять не могу. Картина совсем не соответствует тому, что хотел. Заказчик, что ли? Ну вот, как-то так. И потом, конечно же, зелененькое дерево. Это как бы получается дерево осени, весны и лето. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Хотя нет, это осень. Осень и лето. Весной же нет таких желтеньких и красных листиков. Ну все. Вот я нарисовал как смог. И по-моему даже... Да, у нас по-моему счет уходит. На убывание идет. То есть все. Это максимум. Две звезды. Ну, что поделать. Две звезды тоже неплохо. Полетели, короче, отсюда. ИЗО провалили, можно сказать. На три с плюсом нарисовали. Любопытный факт. Каждый вид светлячков имеет свой собственный цвет света. Ого. Я думал, они одинаково светят. Вот это интересный факт. И, по-моему, последний... А, это последний урок был? То есть седьмой класс ИЗО это был последний урок. Вот так-то. Ну что, комары у нас выпустились. Пойдем забежим в Максик. Поднимаемся, значит, сразу на следующий этаж. Здесь у нас какая-то каска. А, это шапочка. Ого, сколько интересно тут всякое. Комар-мухомор. А это что? Это мусорный бак. Ну, а сюда мы пока еще не смогли добраться, потому что отчей не хватает. Здесь не открылось ничего. Так. Комар-мух... Блин, мухомар хотел сказать. Комар-мухоморный бак. Кстати, смотрится прикольно. Они все равно, комары, как какие-то алкаши. Да, вот с этим хоботком своим. А еще и с баком. А вот мухомор еще лучше. Давай, наверное, мы мухомор и оставим. Хотя нет, подожди. Следующие насекомые, это, по-моему, пчелы. Поэтому давай мы лучше оденем пожарную каску. Пчелам пожарная каска как никогда подходит. Итак. Следующим у нас обучение проходят пчелы. Класс 4. Ну что ж, пойдем обучим их. Пчелки, пчелки, привет. Обучение. Урок 4. Класс 1. Следуйте указаниям и летите к выходу. А, ну как обычно, в принципе. Хорошо. Ой-ой-ой, ешеньки. Ты посмотри, какой здоровенный пчел. Обалдеть. Я таких здоровых в Академии букашек еще не видел. Он почти размером с комара, напившейся краски или перца. Ну ладно. Ладно. Значит, я буду бомбезной пчелой. Так. Братья мои. Здрасте. А че вы такие маленькие по сравнению со мной? Видимо, я лидер. Я жирный лидер. Ну хорошо. Что нам нужно? Удерживайте триггер, прицельтесь, а затем отпустите триггер, чтобы выстрелить пчелой. Не вопрос. Легко. Значит, зажимаем триггер. И... И бах! Крутяк. Значит, пчелы при помощи своего жала могут пробить шар. Это круто. Идем дальше. Что у нас тут? Если у вас закончились пчелы, найдите улей для их пополнения. Не вопрос. Вот, братья, смотри, сколько их тут. А вот, кстати, и улей сам. Мы пополнились. Нам нужно скинуть коров сюда. Хорошо. Сейчас мы это реализуем. Коров мы немножечко подвинем, как бы. Давайте лети сюда. Лети сюда. Теперь вот эту коровку мы попробуем опустить. Сможем ли мы это сделать? Опускайся! Нет, она, походу, не опускается. Нет, коров мы не можем опустить. Опустить коров. Сейчас мы их тогда подобьем. Корова здесь. И подстреливай. Готово. Одна упала. Еще одна. Ты видал? Пчелы как втыкаются. Ой, как это больно. Смотри, как она втыкается. Где? Где? Тут нету. Ладно, короче, всех коров мы скинули. Это здорово. Подбираем спящих братьев. И погнали дальше. Что у нас здесь? А, здесь все. Первое обучение мы прошли. Первый класс. Любопытный факт. Всемирного дня муки не существует, а хотелось бы. Это мы уже знаем. Так что неинтересно. Повторяшечки пошли. Первый класс закончен. Как же пчелке подходит эта каска пожарнику. Просто как влетаем. А следующий класс, точнее урок 4, класс 2. Летающие коровы. Видимо будем сбивать коров. Что ж, пошли. Коровы разлетелись в фермы. Восстановите забор, лопните воздушные шары и приведите животных обратно на ферму. Да уж, тяжелая работенка для второго класса-то будет. Ну что, неуполнимых задач нет. Попробуем решить это все. Ох, сколько коров-то, ёпросы. Братья, просыпайтесь, у нас есть работа. Пожарные мчестники, или просто мчестники, выходят на службу. Значит вот, почините забор и приведите сюда всех коров. Вот он забор. Нужно сюда стаскать мебель. Где мебель? Мебель. Братья, просыпайтесь. Подъем. Мебель, мебель. Вот. Тащим, значит, седуху. Седуху. Это диван, а не седуха. Ставим его сюда. Подпираем. Ну все, все, хватит. Отпускаем его. О-о-о. Просыпай. Все. Все получилось. Хотя, как получилось. Все криво-кос получилось. Но в итоге что-то там подперли. Летим дальше. Нужно больше мебели. Жалко, улей нельзя схватить. Возьмем, знаешь, что? Возьмем, 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 наверное, холодос. Да и стол тоже бы попригодился, но... Мы утащили и стул, и холодильник. Замечательно. Блин, стул отвалился. Холодильник доставили. Погнали за стулом. Стульчик. Пошли со мной. Ты нам нужен как никогда. Все. Мне кажется, что тут мы один проход закрыли. Осталось еще закрыть сзади. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Вот это вот нам пригодится. Сюда-сюда-сюда-сюда. Как-нибудь... Как-нибудь ее тут... Как-нибудь можно мы тут... Ну, вот так пойдет. Пойдет! Все. Опускаем коров на землю. Хватит летать. Следующая коровка у нас где-то высоко в небе. Нифига себе нам забралось-то. Преследуем корову. Хватаем ее в воздухе. Вот это мы по красоте сделали вообще. Прям виражи пчелиные какие-то. Следующая коровка у нас... Вот она. Подстреливаем, хватаем и везем. Ой, черт! Промахнулся. Стопэ! За копыта схватили. И доставляем корову сюда. Нам нужно пополнить пчел. Бротио-моги! Дезивые, вот они. Замечательно. Нас снова много. Хватаем корову. И тащим ее прямо к нашей ферме. Погнали! Со мной не сопротивляйся! Сопротивление будет наказано. Потащим еще одну коровку. Давайте вниз ее опустим. Опустим, опустим вниз. Давайте, я верю, что вы можете, 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 можете. Вот так вот. Надеюсь, она не... А, она вверх все равно поднимается. Ммм, без толку. Ладно, протыкаем эту коровку. Теперь вот эту. Все они падают к нам на ферму. Здесь они пробираются. Пробираются. Ах, вы скотобазы. Давай мы холодильник туда поставим. Может, это нам поможет. А, пчел мало. Тяжело таскать. Вот так вот холодильник поставим. И должно быть все пучком. Так, 10 коров. Еще 5 осталось. 5 коров. Попробуем притащить. О, братья, вы как раз мне нужны. Здорово, что вы попались нам на пути. Тащим корову. Ты тоже нам нужна? Захватили пассажир. Подстреливаем, значит. Коричневый. И оооо! Дабл пробитый шар. Здорово. Два шара пробились. И сразу две коровы попало на ферму. Еще коровки нужны. Возьмем самую высокую, вот эту коровку. И я думаю, что тут еще где-то корова была. Где еще одна корова? Ребята, вот эту захватить надо. Погнали. Погнали, ты с нами. Фермочка прямо под нами. Я думаю, что можно протыкать. Протыкать шары. Как мы это сделаем грамотно? Одна упала. И другая тоже упала. Кошерно! Мы даже успеваем по времени еще. Походу у нас будет три звезды. Первые три. Ток сказал и все. Все. Все пропало, короче. Я-то уж обрадовался. Все. Десяточка. Все красиво сделали. Жалко, что не три звезды. Комары существовали еще во времена динозавров. Это тоже старый факт. Мы об этом знаем. Спасибо, что напомнили. Ну а мы направляемся на урок четыре. Класс третий. И походу пчелы отправляются в космос. Космические коровы. Злобные. Вороватые космические коровы хотят украсть алмазы с вашей планеты. Не дайте им это сделать. Пусть держат свои липкие копытца при себе. Совсем обнаглели. Мы ему пиццу доставляем. Мы их на ферму доставляем. А они вот так вот нас благодарят. Значит, отряд имчестников. Пчелинных беспредельщиков. МЧСников. Пчелинных беспредельщиков готов к борьбе. Так, а ну пошел вон отсюда. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Брать нельзя. Подстрелить. Сейчас мы тебя подстрелим. Вот так вот. Нефиг трогать мои алмазы. Вот еще одна летит. Хопа! Жалко, конечно, что пчелы втыкаются. Прям капец. Это так больно. Прям сердце кровью обливается. Готово еще одну пчела. Не подлетать нельзя. Ё-моё, ты посмотри, как они налетают-то на нас, а? Как зомбаки за мозгами. Как будто тут медом намазано. Как медведи за медом. Я бы даже сказал. Вон там еще летит. Попаду, не попаду. Хо, промазал. Черт подери. У нас очень мало вояк пчелиных. Поэтому надо очень аккуратно стрелять. Несмотря на то, что даже они пополняются. Все равно нужно быть очень метким. Каждый солдат важен. Точнее, не солдат, а МЧСник. Мы же МЧСные пожарники. Я давно не проверял, что у нас там снизу. Вон, снизу, снизу заходят. Ай-яй-яй-яй-яй. Целых две коровы тащат один алмаз. Совсем огнолели. Ох, как они разлетелись-то. Ё-моё. Ёшки-матрёшки. Возвращаем на базу. Сейчас коровы воспользуются этим. Ну, вот уже воспользовались. Нельзя таскать мои алмазы. Капец. Вот это я, конечно, попал. Где еще алмазик? Алмазик, алмазик. Я лечу за тобой. Он где-то здесь был, но пропал. Блин. Видимо, он совсем уже... Да. Они за пределы карты улетают, и все. Ты их уже больше не найдешь. А, они в черную дыру попадают. Обалдеть. Не, давай переиграем этот уровень. Потому что, ну, я реально просто... Ну, лоханулся. Попав по своим же алмазам. Так, братья. Сейчас мы эту задачу выполним просто на 100%. К нам никто не подлетит. Собираем как можно больше пчел. Коровы! Я готов сразиться с вашим недугом клептоманией. Клептомания это когда человек просто, не задумываясь, берет предмет откуда угодно и уносит его к себе домой, например. Это называется клептомания. Так. Еще одна коровка. Получай себе повыми. Ни. Повыми. Готово. Это, знаешь, прям дефенс какой-то. Нет, так стрелять нельзя. Попадем по алмазам, по рубинам и все взлетит на воздух. Готово. Там еще одна пчелка дрыхнет на алмазах. Для коровы сразу три! Ё-моё! Неудачное место какое. Сразу двух коров уничтожил. Крутяк. Ну чё, чё, чё? Четыре минуты нам нужно продержаться. О, это очень долго. Камушек мне верните, пожалуйста. Я его... Нет, 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 нет. Камень никуда не полетит. Черт. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это было совсем плохо. Очень плохо. Сейчас, пока я буду летать, собирать свои камни, их растащат коровы. Черт возьми. Прям капец, как плохо сделал. Э-э-эй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что происходит? Ты посмотри на них. Ах вы негодяй. Две коровы тащат один камень. Это вообще не... Ты посмотри, сколько их тут. Вы обалдели совсем? А ну отдали мне камни. Все, у меня закончились пчелки. Последняя пчела. Есть. Жесть! Да это нереально. Да ну нафиг. Даже несмотря, что я метко стреляю, это просто жесть. Фух. У нас тем временем две звезды. Наградили нас двумя звездами. Надо сосредоточиться. Никаких шуток. Только серьезные... Серьезные намерения. Это реально как экшен-игра какая-то становится. Просто если ты расслабишься, то все, ты потеряешь все. Камень, куда ты полетел? Ты что, обалдел, что ли? Приземлись. Вот смотри, что они творят. Это же просто беспредел какой-то. Готово. Здесь тоже. Ё-моё! Отвернулся. И тут сразу все. Под откос пошло. Еще минуту 44. Надо продержаться. Я не знаю, смогу ли я это сделать. Корову просто с бешеной скоростью налетает на планету. Такое ощущение, что я сражаюсь с инопланетянами. Я подбил снова камни. Надо их вернуть. Надо их вернуть. И пополнить пчелами свой боезапас. Корова пытается... Две коровы пытаются утащить камни. Но я это вам не позволю. Пчелки, просыпайтесь. Ай-яй-яй, один камень сбил. Это реально сложно. Просто коровы оборзели. Оборзели. Других слов у меня нету. Они разтащили все камни. Ты посмотри на них. Ну вот как так с ними? Бороться-то можно. Они просто растаскивают со всех сторон. А я тут один. Тылы прикрывать мне никто не будет. Еще сбил камни сам же. Ну, на самом деле, очень много косячу я. Эээ. Можно я с двумя звездочками просто отсюда свалю уже, а? Я устал отбиваться от этих бешеных коров. Осталось 35 секунд. Все камни уже почти растащены. Айк. Уперли просто. И еще я подбил последние два камня, которые у меня оставались. Ух ты, сколько вас тут, а? Обалдеть. Камни мне на базу верните. Офигелишь, что ли? Метеорит зачем-то схватил. Лучше метеорит утащить к себе на планету. 19 секунд. Последние 19 секунд. И все камни растащили. Все, планета. О, ее ограбили. Вот такой вот я МЧСник, блин. 6 секунд. 5 секунд. 4. 3. 2. 1. 0. Ура! 20 августа. Всемирный день комара. Тоже знаем. Но спасибо, что напомнили. Фух, это было потно. У меня даже усы вспотели. Хе. Так. Идем на следующий урок. Урок 4, класс 4. Плавательный бассейн. Что там делать нужно? Поплаваем сейчас с тобой. Отпуск. Коровы не умеют себя хорошо вести. Ну, это мы уже знаем. Поэтому им и нельзя в бассейн. Не дайте им прыгать в воду. Да черт возьми, что с коровами произошло? Раньше они себя более-менее как-то вели, когда я играл с других академиков. Ну, в смысле, жуков академии. Ну что, где коровы? Опять на время? Стой. Блин, промахнулся. МЧС на подходе. Ребята, раскатывайте ковры. Будем ловить на ковры. Да как? А, их надо... Все, я понял. Их надо не ловить, а подбивать. Вот это будет жестко. Пью. Пух. Все, я теперь въехал, как это все делается. Давай-ка мы заново начнем. Я на самом деле думал, что их нужно ловить и откидывать от бассейна. А их нужно прям бомбить. Конкретно бомбить. И не щадить. Братья ко мне налетели. Здорово. Я готов. Я готов защищать бассейн. Бассейн только. Прям... Пух. Готово. Тут нужно сосредоточиться. Блин, за пчел, конечно, вообще потно играть. Такие прям серьезные задания у них. А сколько продержать-то нужно? Времени даже нет. Прямо на нас упала коробка. Ну и хорошо. С жопками ее проткнули. Еще летит. Успели. Фюх. Еще корова летит. Не дадим коровым потным искупаться в нашем басике. А вот мы можем, кстати, купаться. Юху. Не-не-не-не-не. Корова летит, ребята. Она летит прямо на нас. Фу. Успели. Еще одна корова летит. Не допустим коровьих пометов в нашем бассейне. Если кто не понял, это я про коровьи лепешки. Коровы в желтой касочке. В красной вон касочке летит. Ну что, давайте под намолчу, кабава. Пока все хорошо идет. Пока все спокойненько. Но скоро эти коровы будут вылетать со скоростью света. Просто с огромной скоростью будут лететь. Мне кажется, та корова, которую мы сейчас били, она прям перелетала. Она прям перелетает, да. Коровы стали перелетать. Это хорошо. Это означает, что можно не тратить на них свой боезапас пчелиный. Фух. Меткости мне не занимать. Это я пока боролся с этими космическими коровами. У-у-у, как близко было. Та просто пролетает у нас. Это мимо не пролетит, надо сбить. Напоминает все, знаешь что? Как будто мы с инопланетянами боремся. Как будто они хотят попасть к нам на землю, а мы их сбиваем. Да блин, ну что началось-то? Да капец, читеры. Все. Все. Кровь пьют лишь самки комаров, тоже знаем. Короче, неплохо мы справились на самом деле. Две звезды получили. Надо было 30 коров сбить, и тогда бы мы получили 3. Ну, не смог я, не смог. Две звезды, это мой максимум, видимо, в Академии Жуков. Ну, что поделать. Тоже, в принципе, неплохо. Это какой-то результат. Ну, а на сегодня это все. Тебе спасибо за просмотр. Не забывай ставить лайки, подписываться на канал, если ты еще не подписан. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok